Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА сериала «За шумеров». Если вы смотрите его не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Ну что, Лёша, он как-то не забирает? Да. Ну я, короче, давай с Томми Рыси сразу сделаю. Чего? Я говорю, Томми Рыси включаю. Так он же и дальше сейчас пойдет захватывать. Я понял. Слушай, очень плохо слышно, что ты говоришь. Да, я микрофон подвинусь. Потому что там тоже с ним играть силы. Японец собрался научно. Уже первая часть. Ну, карту открыть. Не победа еще. Будешь мириться? Ну, предлагай мир. На меня, чтобы сосредоточиться. Хороший вариант, мне нравится. Так, мне интересно, сколько мир будет работать. Наверное, следующий ход будет видно здесь. Так, давайте запуск искусственного спутника. Так, теперь мне пока... Те анотехнологии все равно нужны. Ну, теперь надо в ядерный синтез идти. Так, собственно. Те анотехнологии все равно нужны. Балтибиро. Ну, теперь ситуация простая. Мы сидим, наблюдаем, как бразилец с японцем будут воевать в этом, кажется. И пока что у нас с тобой нет конфликта интересов, но это пока перебор. Сейчас, сейчас я похожу, один момент. Это кто не хочет с японцем сотрудничать? В Бразилии. Ну, как бы, я не знаю, с французом, может, тогда объединились. Только смысл ждать, такого нет. Напоминаю, что пока каждый может только две ядерки бросить. Француз, что с тобой делать, брат? А француз? Что со мной нужно делать? У меня такой вопрос. У тебя сейчас есть яйца урана, который я вижу. Готов ли ты со мной союз заключить? Нет, союз я не хочу заключить, но я готов тебе дать свои устные гарантии того, что я не собираюсь ядеркинуть. Прости, но я тебе не верю. Не, ну как бы, если устно соглашается, я не верю. Как бы, цифры я тебя очень давно знаю, и как бы, я тебе не доверяю. Я вообще-то свои слова вообще ни разу не намешал. Давно ты меня знаешь. Года два это точно знаю. Если в том, что, как бы, я опасаюсь, что у меня может прилететь ядер. Не, ну если человек, если устно, что ты договариваешься с человеком, то, как бы, нарушает слово, то это не правило, я думаю. Или как? Нет. Я не очень понимаю, о чем тут разговор. У меня тут японец с пуч-армией на границе и который вот в научную победу через несколько ходов выйдет. Ты меня спрашиваешь. Да-да, я уже улетел. ядерки кидать. Что вообще? Ну да, интересно. То есть... Где логика? Я не понимаю, зачем мне дебильные вопросы задавать какие-то? там, с другой стороны, японец выигрывает научно, но француз будет до Бразилии ядерки кидать. А он мне говорит, я тебе не верю. Да нет, с Джеком тяжело договариваться. Ну простите. Вот сдался ты-то мне, Джек. Пока как бы кроме словесных угроз я от тебя не слышал ничего, я на данный момент против тебя ничего не имею. Иди там хоть космопорты клепать. А Григо реально пришел апостолы. Ну а что Греку делать еще? У меня даже ядеры как-то нет. Прикол в том, что ты с ним мир заключил, теперь 10 ходов не сможешь с его... Ну как, ты, конечно, можешь там у себя строить апостолов, если есть вера. Но вообще, честно говоря, вот сейчас выглядит так, что Грек, если он много накопил религиозных юнитов, то вполне у него есть шанс сейчас победить. Я вам просто убиваю, да. Ну это будет классно. Сниму шляпу тогда перед Греком, если он сейчас победит религии. При том, что он даже не первый ее взял, помните? Он взял религию только тогда, что кто-то заявил, что вот, бразилец уже давно религию основал, больше никто не будет, что ли, основывать. Ученый попался, потому что на священные места, которые бонус давал, я думал, ладно, никто не берет, потихоньку что-то прислать. С ним получил все. Что там у тебя? Тебе какой-нибудь вообще бонусы дается, что ты в других городах распространяешь? Вот, к сожалению, я там находил, там какая-то очень удобная система. Короче, в конце вот, если бы в конце можно было взять бонус какой-то от того, что ты распространил, тогда бы я взял. А там в конце вот только на миссионеров, на атаку-защиту из города. То есть в конце самый такой достойный какой-то бонус, ну, достойный выбор. Так что поэтому я ничего не взял. И Леша там под шумок тоже уже, блин, а я-то че так с коммортами? Да, да, да. Я что же поставил? Я и я-то провтыкал, получилось, потому что я до армии фигачу сижу. А тут себе оказалось в зимопортах. Ну, вот в том-то и дело, наоборот. Не, ну а че, я не первый по науке. Ты первый по науке? Не первый. Кто это говорит? Кто с наукой не умеет смотреть, расскажите мне. Я отстаю от лидера на четыре науки. Ты первый. Да какая разница, сколько науке в ход? Ну да, просто. Ну да, твой. Потому что от этого... Ну вот, я на четыре техи отстаю. А, блин, мне какие-то разграбили. Или уж там и в культурную уже начал подходить. В культурную? Так японец как бы культурную побеждает, нет? Как я вообще культурную? Я даже не на втором месте. Хотелось бы мне в культурную выходить, но, к сожалению, нет. Так. Давайте-ка исследовательские гранты везде, раз они там на войну играют. У нас есть шанс что-то как-то... Так, а там где плюс 15 процентов, вот, если есть академия или порт, вот это надо открыть. Плюс 15 процентов к строительству космических частей, если есть академия или военный порт. У меня во всех этих городах в Уруке, в Нипуре, а в Лагаши, по-моему, нету, кстати. Ну, надо будет построить. Я думаю, сейчас будет война бразильца с японцем в каком-то виде. Исследовать спутники, исследовать лунные экспедиции. Так, а давайте-ка мы это будем исследовать. Так, стоп. Отменим ход. Пойдем в спутники. Или, блин, ядерный синтез. Нет, они будут воевать. Так, три биплана надо купить. У меня денег дофига. Раз. Два. Ускорили улучшенную авиацию. Отлично. Просто пока не построишь лунную экспедицию, ты вот эти три штуки не можешь делать. Ядерный синтез, нанотехнологии, робототехнику. Поэтому, если я не хочу сейчас спешить с ядерной ракетой, мне ее не на кого сбрасывать. Прямо скажу. Это тоже в ядерном синтезе? Конечно, я говорю, что у него 600 науки. 500 науки. Я просто не понимаю, как он обогнал нас туда их по технике. Ну, я туда шел напрямую просто. Почему этот бимерок же тоже там же? Нет. Вот, да. Ну, когда там ядерный угар начнется? Две ракетки. Это не угар. Ну... Или что там со своими космопортами сидит и... Во-первых, не две, а шесть. Если вы... Почему? Две ракеты же. Ну, умножь на три. Ну, какой три? Можно запустить только две ракеты. Одному. Не тупи, блин. Почему на три у нас? На два. Два только лучше. Я думаю, бразилец не отстанет. Да, мне чуть-чуть осталось. Сажаю в Египет и... Греку, чтобы тупо прокачать. Как там у вас дела? Мне там есть и что. Кто-то подкинет, я думаю. Кого-то запустит. Все так же. Все так же хорошо. А, все, я спутник запустил. Вот у нас такая пангея. Правда, я уже давно ее открыл и так. Уже как бы так и осталось два научных. ГДшки. Ну, я открытие по научным. Не знаю, нафиг я лавенту союзами нету ни одного священного места. Что за варвару у тебя около Каренса? Это из-за несчастья или трибунная? Так, сейчас. Походу, приплыли. Что-то у меня вроде не появлялось удовольствия. Нет, удовольствия. Удовольствия минус один? Нет, это... какой-то откуда-то. Кстати, надо еще посмотреть, у кого какие великие люди на... ракетную гонку. Так, у японца великий инженер плюс семьсот пятьдесят производства для проекта «Космическая гонка». А, ну, то есть он сейчас их запустил? Ну, у грека... У грека плюс пятьдесят процентов производства «Космическая гонка». Ну, я думаю... У француза плюс пятьдесят процентов производства для проекта «Космическая гонка». А вот как он работает? Это для одного проекта какого-то или для всех? Это что-то не очень понятно. Не знаю. Это для одного пятьдесят процентов. Все. Значит, у француза и у грека плюс пятьдесят процентов и у... То есть, грубо говоря, последние две детали японец может практически сразу сделать. Ну, не сразу, а наполовину. Ой, ну, считай сразу. Тут плюс пятьдесят процентов к производству. Все равно будет видно, как оно строится. А тут, считай, один ход и все. Япония, Академия в Киото. Франция сменилась на фашизм. Ну, француз явно сейчас будет воевать. Ну, да, а чего нет? Вот бразилицы опять первые по производству. Я говорил, я говорил, что все возвращается. Ну, он отлично претендует на победу. Он там из-за своей тупости, по-моему, больше потерял. Ну да, надо было давным-давно мириться. Я, конечно же, давно бы замирился там на условиях союза какого-нибудь и... ...с космопортами бы сидел. А так он по науке впереди, по промке впереди. Не, ну, француз, ты обогнал меня, молодец, что? Я обогнал? У меня нет космопортов. Нет, ты меня по науке обогнал. А, на сколько, на ноль тех? Или на 13 науке вход? Где я тебя обогнал? Ладно, обогнал, скажи. Стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран мира оффлайн и абсолютно бесплатно всегда здорово. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте карту нужного вам города. 2GIS, если быть точным. Так, лучше на авиацию открыли. Лёш тоже спутник запустил, если что. Да. Плюс одно производство на клетках. У меня, правда, немного городов, но есть. Ну, понятно, у Лёши как бы расчет на то, что... Ну да, мы сейчас друг друга закидываем ядерками. Да, то, что вы будете друг вызовы, да, именно так. Может, сначала нанесим Лёшу, а потом будем закидывать друг друга ядерками? А, прикол в том, что я тоже кому-то ж могу помочь закидывать ядерками. Ну, ты ещё в них не вышел. Ну, это вопрос пары ходов. Заневаюсь. Ты сейчас только в первые ядерки. В смысле, у меня одна теха осталась. Собственно, ядерный синтез. Показано, что... Показано, что только мы расчепили. Ну, не знаю. Странно, почему я не мог в тот раз обработать это молоко? Или оно... А, тут уже я сделал... Не, а вообще-то там есть в той стране, кто Лёша может помешать улететь? Ну, у меня есть чё там. Начинается. Вот именно мне надо. Просто получается, что как бы воюя с Японией, я отдаю победу Лёше. Блин, циферки такой прикольные. Не бразильцу, а Лёше ты отдаёшь. Так ты не воюй с Японией, боже. Да нет, давайте, конечно, меня закидаем. Из вас троих, я же впереди и вас троих. Давайте шесть атомных бомб на меня кинем. Не, ну я, например, был бы за, если бы соседи Лёшиной ему бы благодарность бы прислали. Он же хотел ядерного коллапса. Я тебе напомню, что тут, чтобы в науке победить, надо очень круто техи открывать, как минимум. И как минимум вы уже в тех техах, которые даже не открыты для того, чтобы три детали построить. Весомый аргумент. Не, в том, что Японец улетит быстрее, я не сомневаюсь. Я удивлён, почему у него там ещё вторая спутники не следовала. Наверное, потому что у меня всё 400 науки, а у тебя же 500. О-о-о! Естественно, она медленнее изучается всё. Ну ты можешь пару грантов, как бы, наверное. Ну у меня кроме грантов ещё есть чё, чем заниматься. Я строю войска, потому что ты подвёл войска. Ты можешь, я тебе подскажу, спецов посадить. Я не думаю, что они у тебя во всех городах сидят. Нет, в таком этапе дружить это, наверное, неправильно. Ну ты что-то всё. Ну и не надо видеть, значит, ты не можешь прощаться. Я сломаю такие еще и, как бы, лёжи. Мне кажется, это не подблется, что я не расслабилась. Я луну перед чёрными огней. Да, я не довольная. Поехали. Луну перед, ты не смеешься, неправильно. на египет там предложение я принял почему мне гадешка объявила войну это кстати бывает я тоже иногда вот какой-то причине а я вспомнил сейчас расскажу в общем у тебя с кем-то защитный пакт есть и и и тот не просто он только сейчас заметил видимо что он объявил войну но давно давно так вот смотри я с кем-то защитный пакт и тот с кем у тебя защитный пакт он объявил войну союзнику этой гэгэшки соответственно автоматом как бы это это гэгэшка объявила ему войну а так как у тебя с ним защитный пакт она и тебе объявила войну понимаешь но у меня с греции с тобой не знаю выиграть выиграть пытается что они делают но он меня уже почти обратил ну вот кстати да а кстати да слушай так все остался только француз да ладно он меня уже скоро обратит у него тут куча апостолов ну все поздравляем дрека пять баллов я был бы так сказать знаком может их убить ты че их не убиваешь француз да ты же убивать их можешь ну у меня вся армия стоит вся армия в другом месте находится я боюсь отводить скажем так а как подождите каком бразильство вот это же интересно произвелись видимо просто не видел что ее там ходят как он не видел если там я не знаю целую кучу наверное было но хорошо бразили они не не я вспомнил он же мир с ним заключил понимаешь мир 10 ходов ты не можешь войну объявить никак ну и вот побежал грек сразу обращать его короче грек бежит французы через меня еще а ты египет не хочешь войну объявить я буду просто предупреждать мол сейчас два города мне кажется ему останется один французу раз два три четыре годов нет вообще религии обращать нет там то что нет религии ты не взять что они нефиг делать обращать там там есть религия под названием атеизм она тоже как бы наращивается линзу там уже плюс 10 плюс 6 в другом плюс 8 ему надо половину ему надо половину француза раз два три как раз два три четыре пять шесть семь восемь городов то есть надо четыре города обратить бразилица ты не хочешь нам строить свои юниты религиозные круто у него же да только это так француз а ты можешь войну объявить греку дело в том что убивая я вам еще механику напомню по поводу религиозных юнитов если ты убиваешь религиозный юнит то в близлежащих городах отнимается это религия наоборот понимаете то есть убивая религиозные юниты вы таким образом снимаете религию с города он мог построить какое-то чудо и не работает нет нету такого чуда и лучше у меня такого нет ну я очень собираюсь что он брал всем своим религиозным юнитом брал такое улучшение не выдержал французно ну я тебе объявил войну потому что у нас защитный пакт с греком но это не обращай на это внимание циферки я на тебя нападать не буду ну вот это минус 250 сейчас было правильно да за каждого ну вот я знал что эти копейщик и воин пригодятся ты еще с моря смотри не плывет ли он там к парижу леону и руану нет он не плывет он идет через меня по дорожке вот там египет даже начал от мешать ему пройти улетать улетать все улетают кроме циферок а ну да даже египет он строит спутник их циферки один честно смысле честных не пойла кто кого обманывал суши ну египет даже спутники открыл уже я на последнем месте по науке у меня вот из-за этой грешке все плохо из-за какой-то из-за женевы а кто эти войну объявила да там считай сколько наверно 20-30 науки может больше с модификатором так что у нас еще не обработано нефть алюминий вот разграблена ну разграблена не страшно давайте нефть обработаем тут просто купим строителя так тут я военном лагере все куплю следующим ходом начну опять же научные проекты проводить так бимерку получается стал осталось достроить лунную экспедицию все на два последних у него инженеры почему на два там еще три вообще-то он только ядерный синтез и ему еще робототехнику открытие нанотехнологию открыть к той иду на минуту так значит здесь запускаем дальше следовательские гранты просто они дают еще и науку тоже сами по себе а это все покупаем военная академия будет давать плюс 15 продукции видите к строительству космических плюс 15 процентов к разработке проекта космическая гонка если в городе есть военная академия собственно надо в трех городах в лагаше в уроке и в ниппуре в принципе аэропорт это же производство дают может построить плюс 3 производства почему нет так акшак ну это все не надо честно говоря давайте продолжать исследовательские гранты а вроде бы женеву договаривались не союзите в итоге у джек там 16 послов да как бы давно уже сказать давно уже проект у меня не только там не всего ли вас на производство чисто буду сейчас оклинт объявил войну женевы кто общий с кем воюет оклинт женевы воюет анга бразильцы ты на французы что ведешь просто идет просто все на французы через меня идут по поводу танки ну тогда я пусту так сейчас как бы знаете нападать на французы как-то он последние наши надежды если ты как бы хоть один город и не захватываешь какой-то плюс мне тут идет так хоррел пинг перекупать ну ты чё блин ты слишком хороший бонус получаешь сезон я все равно его перекуплю да там я понес производства кучу получает так он получал всю игру получал потому что мог кого-нибудь есть послы что туда послать но японец уже лунную экспедицию строит логично я изучил но мне показываешь что ты строишь ее ну открой увидишь там ползунок так заполняется нет когда изучаешь не заполняется когда начинаешь строить тогда заполняется ты можешь видеть что египет тоже изучил спутники наведи на него там пишешь у спутники изучены но ползунок я не заполнил блеск не прошел желательно все три науки одновременно открыть я думаю примерно одновременно одновременно а кто помочь ты согласился я не услышал грех а грех с которым я воюю а кстати да я что не смогу предать жалко мир придется кричать жалко ребят все больше желающих помочь нету я как бы сейчас банкротство просто будет на этом война закончится не начавшись да че-то не гайма как-то жестко вообще так ну лишний торговый путь в принципе тут могу поставить зачем мне вот уже она сколько центр коммерции гавань давайте кампус быстренько я все куплю немножко и конечно по науке отстал ну египет вообще такой всегда пожалуйста спонсирует тебя он такое предложение выдвинул что вообще все люксы у меня попросить у тебя они все равно двойник ну я понимаю но мне счастье может не надо ну так тебе и деньги и счастья как у тебя тоже двойные у тебя тоже двойные подаст но у меня двойные на эти денег там тебе нужны были деньги на 3 деньги я понимаю у тебя двойные люксы поменяем с тобой как у тебя будет ладно если дать могу один любой так что у нас с научный так японец уже лунную экспедицию построил моя зерка не успеет похоже это получится ты мне дашь три я тебе дам два еще 1200 просто так не просто так а чтобы я что-то японцу попробовал сделать ну ты можешь так ему по моему он улетает быстрее нападать так как я без ядерки на него упаду у него четыре шестьсот армия а у меня три четыреста к тому же ядерка не только у него одного есть ну учитывая сколько она строится я думаю пока ее не у кого нет у меня уже три штуки как-то нет а как что-то так я не понимаю я первую рекордами у меня по приходу чё за бред почему у меня 11 сколько у тебя промоке ну сотка там меня двести у него же бэбэш конечно говорил у него там нереально много промки просто нереально у него производство от морских клеток посмотри какое а ну понятно ты более чем кием вот тут вообще а почему а почему у него морских клеток такое производство из-за окленда такой пантеомил что за пантеом ну на водке наверно на водке да нет я понимаю но обычная клетка остальное это видимо это окленд окленд от окленда вот столько пробки ну смотри так ну правильно просто просто на клетке два производства просто на морской клетке два производства на обычный а окленд дает дает еще 2 ну как бы японец улетел тогда чё с чего взяли то мне еще ничего даже не открыт ты как не открыл то я уже почти открою посмотри ну блин циферки открой науку научную победу бимерок на видео он их все открыл только ядерный синтез робототехнику и нанотехнологии он не открыл так науки у тебя больше крик этот шумок прибежал но он уже видимо по море пошел то есть папу потому что его не вижу уже закончились да у него там религии не много всего маленькое количество восемьдесят шесть пророка ну как на пол первого пророка он уж увеличивается постоянно что-то народ космопорты вообще не строил я смотрю ну у японца очень много производства действительно вот это очень круто окленд в данном случае ну вообще лучше всего было бы окленд захватить по-хорошему что японцы для технологии осталось потому что это уменьшит у него производство я даже восхонюшку туда повезти интересно так получилось это самое лучшее ггшка для японца и она у него да уж вообще ггшка для японцы Продолжение следует... 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 ну это ну слушай сколько сейвов надо загрузить тут решил апостол между двумя моими у меня вообще повисло какая-то хрень началась с игрой так ребята я предлагаю всем выйти из силы перезагрузить steam потому что вот эти проблемы может ответить а никто ядерные бомбы не кидал случайно сейчас странно так все steam до 1 спускаем да нет мы пока остались тут заходи плюс пять производства есть золото международные торговые пути что сильнее суровый или сильный суровый наверно ты наведи там написано в процентах так что это обрабатываются такие клетки что-то подвисает вообще все вас тоже подвисает периодически подвисла сейчас в конце то я войну главное что подвисает потом ну и тогда мы чего не могу тут лесопилку построить что может построить что ли а тут парк я пока зашел парк отлично так меня кто напал француз напал меня да что что правда как-то неудачно получилось вышел из фашизма в эту в анархию теперь напал я все это выбрал глобализация открыта давайте фашизм откроем социальные сети хотя в принципе тоже все что нужно мною открыто мои мундирчики ваншотаются оказывается на японцы никто не будет ядерку сбрасывать да у меня она строится извини лишь а Продолжение следует... Да, робототехнику осталось открыть. Нанотехнологии. Эй, зависла. А не, ммм. Ядерный синтез. Я думаю, еще долго... Ну, смотрите, нанотехнологии, да? Еще надо три техи, видимо, открывать японцу. Я думаю, автоматически сейчас обратятся города французы. Марсель, Руан, Махенджи-Даро. Это Бордо, два последователя осталось. Видите, как на него давят города вокруг. Раз, два, три, четыре, пять городов давят. Знаешь, Грек, я бы на твоем месте уже больше не вел миссионеров, потому что они у тебя убивают миссионеров и, соответственно, снижают религию в городах. Мне кажется, города уже автоматом обратятся, и ты победишь. Мне кажется, японец улететь может. Просто если ты, грек, ведешь юнит, то ты... Вот, смотри, Руан уже перестал быть под твоей религией. Ну, это... Как бы потому, что я пропустил ход, и меня там убили... И вот Париж вообще офигенно просил из-за этого, что меня там трех этих убили, если я не пропустил ход. Вот у меня убили пять апостолов. Ну, когда ты пропустил ход, я тебя не убивал. Ну, вот у меня под Парижем три апостола было. Под Руаном два. И еще два апостола в другую сторону городов направились. Если бы этот ход я походил, я мог бы еще один город обратить сразу. И четыре города было под моей религией. Ну, давайте мы же попробуем еще раз сейфта загрузить. Давай, заканчивай. Раз человек считает, что он этим ходом победить мог. Не, он этим ходом мог. Ну, смотри, у меня вот ход заканчивался, да? Был Руан. И, по идее, я должен был один город успеть обратить. Правильно? Да. Вот, у меня стоял этот, в общем, апостол один стоял. Я не буду говорить, на какой город он шел. И вот он мог, этим ходом, короче, я мог дойти до города и обратить, ну, и как бы нажать, распространить религию. И, по идее, там должно было хватить, чтобы он стал моим городом. Ну, что, как вы считаете? Уже, мне кажется, достаточно грузили уже. Ну, окей, играем, я по вычету. Стоять так думаю. Я тебе так войну для вида объявил, блин. Все понятно, что я тебе без вязи руку. Все, я уже походил спокойно. Когда там улетишь, ты? Цивик, тоталитаризм, Эврика, система наведения. Кстати, надо еще глянуть, какие тут уничтожьте юнит, классы истребители. Ну, почему мне дали эту Эврику? Или это от исследовательских грантов? Слушайте, а исследовательские гранты Эврики не могут давать? Потому что мне вот, например, сейчас дали Эврику системы наведения. У нее Эврика уничтожьте юнит класса истребитель. Я ее никак не мог получить, типа, там, шпионом или еще чем-то. Классно с ребятами общаться. Помогают разобраться в игре. Да, действительно, ученые вообще полностью боятся. Греб, давай мы с тобой договор заключим и так забеги по моей территории сколько хочешь. Там уже один жилой модуль остался. О, ядерка. Под конец, почему бы не кинуть? Ну, давай, короче, это мириться. Причем, с каждым броском ядерка, и он предлагает мне обману свою новость. О, все, наконец-то. А кто выиграл-то в этой игре? А кто выиграл? Ну, типа, это... Грек? Нет, нет. А, он в середине хода достроил? Ну, я не... Ученый, оказывается, полностью вообще... Слушайте, давайте, может, попробуем и сохранение, если есть время у вас. Да, я предлагаю, давай попробовать сохранение... То есть, это предыдущий автосейв, да? Да. Ну, да. Ну, просто интересно, мог он религии победить? Я сейчас перезайду в Steam, там что-нибудь все такое. А можно мне не заходить? Ну, не гибит? Ну, да, там японец, француз, главное. Да. Ну, там все равно победили. Кто там? Жги. Нет, забейте, все, вылетел, вылетает. Ну, понятно, все, давайте... Не знаю, у меня такая ситуация... Стой, стой, тихо, тихо, помолчи, пожалуйста. Японец, закончи детали тогда этим ходом. Чтоб, ну, мы финальную картинку посмотрели. Пожалуйста. Е-е-е, так, давайте глянем. Я крем бы тут не победил. Ну что ж, игра закончилась, несколько слов от себя. Во-первых, как видите, уже живее игры в шестую циву проходят. В отличие от меня, многие из моих соперников чуть ли не каждый день вообще партии играют. У меня так много времени нету, но народ уже вовсю разбирается. Вот здесь мне как раз в этой партии уже не хватает опыта, в том плане, что многие действия я делаю не на автомате. Мне приходится думать изначально. И самое главное, это рост города. Обратите внимание, что я постоянно всю игру был последним по населению. Несмотря на то, что городов у меня было достаточно. И здесь проблема в малом количестве ферм. То есть, со счастьем у меня все хорошо в городах. А вот с жильем проблемы. Жилье можно получать несколькими способами. Я когда-нибудь вам сделаю гайд по этому поводу. Но в данной игре, вообще во многих у меня играх, самая главная проблема, что я мало строю ферм. Я рабочими обрабатываю не совсем те клетки и не так быстро, как этого требуется. Каждая ферма дает 0,5 жилья. И, как вы понимаете, чем их больше, тем больше в городе будет жилья. И это одна из причин моего отставания в развитии. Я бы даже сказал, что это главная моя причина отставания в развитии. Другой вопрос я видел в комментариях, там многие болели за бразильца, все на него накинулись, на него нападать. Ну, во-первых, некоторые комментаторы просто логику ффа-игр, видимо, не понимают. Это же не дуэль, тут играет несколько человек. И когда один очень сильно вырывается вперед, понятно, что все остальные хотят его затормозить, чтобы у самих был шанс победить. Я даже видел некоторые комментарии, которые писали, что это нечестно. Мол, парень молодец, умеет играть, развивается. А вы, я прям дословно цитирую, я, конечно, человека забанил, он говорит, как крысы на него набросились. Это прям, ну, удивительно считать на самом деле. Видимо, человек первый ффа-сериал смотрит. Это нормально в ффа-играх, когда лидера пытаются затормозить. Тут все должны играть на свою победу. Потом надо, важно понимать, способности наций. У Бразилии способности, их компуса получают бонус к науке. И вполне логично, если человек умеет играть, а Джек, как вы понимаете, играть умеет. То есть человек, который за Бразилию играл, то он и будет впереди по развитию. Даже если все вокруг идеально играют, то бразилец вполне может быть впереди. И логично всем остальным объединиться, чтобы его затормозить. А вот дальше бразильцу, конечно, нужно было мириться, а не продолжать там несколько десятков ходов. Не знаю, я не помню, сколько он еще со мной воевал. Но он просто вот этой войной себе все шансы на победу убрал. Ну, собственно, как и мне, естественно. Видите, мне там не хватило в итоге улететь. Но то, что у бразильца было еще больше шансов, чем у меня, это точно. Поэтому всем другим игрокам надо понимать, когда стоит заключать мир, и какие у вас от этого будут бонусы. Или наоборот штрафы, или проблемы. И тут, конечно, еще очень сильно влияет твое местоположение, потому что бразильцу не повезло в этом плане, он просто по центру находился. И у него сразу несколько соседей было, в то время как японец на Атшибе и отлично развивался. Более того, ему еще с городом-государством повезло, который дал производство на морские клетки. Но также я хочу обратить ваше внимание на Грека. Смотрите, как все-таки он отлично воспользовался ситуацией с религией. Во-первых, он не первый ее основал, а сделал просто по остаточному принципу, когда там все стали говорить, что вот у бразильца единственная религия и так далее. Он сделал вначале вроде бы для защиты, но потом сообразил, что бразилица-то ее религию не распространяет. И это замечательный шанс самому попробовать победить религией. И вполне возможно, что ему помешала только техническая ошибка цивилизации. Вот в этой серии мы, по-моему, раз пять загружали сейф, чтобы мог Грек походить без вылета. Но получалось так, что мы загружаемся, Грек сразу вначале вылетает, и за него ходит компьютер. И все, когда загружается опять, он уже не может эти юниты использовать. А когда француз его религиозные юниты убивает, то в соседних городах как раз эта религия уменьшается. Той веры, которой был религиозный юнит. Так что очень был близок Грек. И действительно жалко, что вот техническая проблема... Ну, я не буду говорить, что прям не дала ему победить. Вполне возможно, что он бы и так не победил. Но хотя бы мы бы реально это увидели. Ну и японец воспользовался своим шансом и все сделал правильно. То есть у него была возможность, он все красиво сделал, все правильные города государства использовал, правильно нападал. Просто, понимаете, вот если бы, например, японец не участвовал в войне с бразильцем, а отсиделся бы, то есть думая, что соседи его там смогут как-то затормозить, то в итоге бы бразилец просто нас забрал бы, скорее всего. Кстати, мне еще писали, что, мол, зря я участвовал в этой войне. Но тут именно, что проблема в том, что если кто-то из соседей не участвует, то у бразильца развязаны руки. Так как он существенно тогда нас опережал в развитии, то есть у него были юниты на эпоху дальше, то мы могли его только мясом хотя бы заваливать. Не участвую я, значит он может сосредоточиться на одном фронте. Не участвует кто-то другой, бразилец может, например, против меня сосредоточиться и так далее. Ну и жаль, конечно, слабоватый Египет сыграл. То есть вот тут именно проблема в том, что слабо был развит Египет вообще в течение всей игры, и он не мог составить существенную конкуренцию. Ну а так, по-моему, партия получилась очень интересной. Я уже, знаете, начинаю ощущать примерно те же эмоции от игры в шестую целую, как вот в пятую я в сети выиграл. Ну а ваши впечатления, конечно, жду в комментариях. На этом всё. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Ладно, всем спасибо. Ну да, всем спасибо. Спасибо, пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.